Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Сегодняшнее апостольское чтение повествует нам о том, как православный христианин должен переносить всевозможные скорби и стеснения, связанные с верой в Бога и верностью Его Святой Церкви. Святой апостол Павел пишет. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Давайте разберем каждое из указанных обвинений в адрес христиан по очереди. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Святой праведный Иоанн Кронштадтский отмечает, что совсем не вызывает удивления тот факт, что служители Христовых гонят как обманщиков. Ведь и самого Господа Иисуса Христа, книжники и фарисеи именовали стеццом и обольстителем иудейского народа. Такое наименование Христа было вызвано тем, что Господь, в отличие от самих духовных вождей богоизбранного народа, говорил, как власть имеющий. Его речь была приятна и увлекательна. И именно этого иудейские старейшины потерпеть не могли. Как бы христиан не поносили, они все равно останутся верными своему Господу и Спасителю. Пусть даже это и не нравится окружающему миру. Мы неизвестны, но нас узнают. Святой праведный Иоанн Кронштадтский поясняет, как люди простые, незнатные, апостолы не отличались мирской известностью, а как апостолы Христа Спасителя, живого Бога, как чудотворцы и проповедники чудной веры, они познаваемы были всюду и всеми, так что имена их стали известны с течением времени во всех концах Вселенной. А что возле сего, они познаны были Богом, который записал имена их на небесах в книге «Жизни вечной». Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. По всем естественным законам церковь должна была исчезнуть с лица земли еще при первых императорах-гонителях. Но церковь устояла. Она выжила, потому что церковь — это не человеческая организация. Церковь — это богочеловеческий организм, и потому никто не сможет его победить. Святитель Иоанн Златоуст предупреждает. Тот, кто идет войной против церкви, на самом деле воюет против Бога. А из этой войны человек победителем никогда не выйдет. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Что бы ни происходило с православным христианином, он все воспримет как Божью волю. И потому истинно верующий человек никогда не будет огорчаться, так как даже самые неприятные события им воспринимаются как особый промысл Божий, направленный не на то, чтобы унизить человека, но наоборот, на то, чтобы человек стал только лучше. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Блаженный Августин как-то отметил, «Человек, который имеет только Бога, нисколько не беднее того, кто имеет Бога и еще что-то. Земные богатства имеют ценность только в земной жизни. Они приходящие и потому не несут нам никакой пользы в вечности. А богатства духовные полезны как для земной жизни, так и для жизни грядущей. И потому тот, кто в своей душе стяжал Царство Божие, богаче всех земных богачей». Читая сегодняшнее апостольское зачало, мы должны помнить, что главное наше сокровище находится не здесь, на земле, но на небесах в Царстве Божьем. И если мы хотим заполучить это сокровище, мы должны быть верны Богу и всегда исполнять Его заповеди. Потому что только таким образом мы унаследуем вечную и блаженную жизнь во Христе Господе нашим, Которому подобает слава всегда, ныне и пресно и во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok